Хей, друзья мои, всем большой привет и добро пожаловать в игру Sims 2. Мы с вами вернулись к нашей семейке Фэри и в прошлой серии Китти вместе со своей семьей переехала в новую квартиру. И знаете, смотрю я на эту новую квартиру и что-то мне подсказывает, что она трошки пустовата. Поэтому сегодня мы с вами обязательно продолжим делать ремонт. Вон, смотрите, у нас потолок отсутствует и кроватка левитирует. И, кстати, я смотрю, что Джейк направляется, видимо, во внутренний дворик. И мне кажется, что во внутреннем дворике мы бы с вами могли бы разместить и, например, гриль, а может быть даже джакузи. Но думаю, что джакузи вряд ли влезет. И можно какой-нибудь маленький столик поставить. И я предлагаю прямо сейчас этим всем заняться. Значит, мы с вами возвращаемся на первый этаж. Давайте посмотрим место. Ну, не знаю, для джакузи, конечно, или бассейна здесь маловато. А вот, например, гриль и какой-нибудь столик вписались бы сюда просто идеально. Давайте посмотрим, что у нас есть по грилям. У нас есть, кстати, 10 тысяч. То есть, в принципе, мы можем купить какой-нибудь козырный гриль. Хотя мне очень нравится вот этот, смотрите, зелененький есть гриль. Но я бы взяла... Сколько? 1300? Может быть, гриль Газгуль взять? 1300. 900. Ладно, давайте возьмем пока что за 900. И поставим его... Нет, давайте вот здесь. А то у нас еще куст полыхнет и будет очень обидно. Вот, смотрите, у нас бджилки летают. Теперь мы с вами переходим к столикам. Значит, я думаю, что мы можем с вами, наверное, взять какой столик? Наверное, мы возьмем, наверное... Ну, на четверых, в принципе, нам должно хватить. И мы с вами тогда выбираем какие-нибудь стульчики. А что нам взять из стульчиков? Можно было бы такой стульчик? Ну, я не знаю. Слушайте, давайте вот... Нет, этот мне тоже не очень нравится. Может быть, нам такой взять? Но он по цвету не подойдет. Нет, этот нам тоже не подходит. Слушайте, вот начинаются первые проблемы. Только стол поставили и уже стульчик подобрать не можем. Ладно, возьмем, наверное, вот этот. Давайте вот такой светленький. И разворачиваем вот сюда, вот сюда и вот сюда. Вроде как симы здесь везде могут пройти. Ну, вроде как да. Кстати, можно было бы еще и бар разместить. Но я думаю, что бар, наверное, лучше может быть на кухне. А ну, давайте посмотрим. Бар, а где у нас бар? А бар у нас, по-моему, в вечеринках. А где у нас вечеринки? А вечеринки у нас туточки. Значит, бар. Бар, можно было бы вот здесь поставить. Даже вот здесь, наверное. Но тогда нам нужно столик передвинуть. Можно, ну, такой вряд ли нам подойдет. Давайте какой-нибудь, может быть. Нет. Нет, нам тоже не подойдет. Может быть, такой только посветлее. Ну, это какой-то прям супер-пупер-мега-гламурный бар. А может быть, вот этот? Слушайте, по-моему, идеально подходит под цвет нашей кухни. Давайте развернем. Ну, поставим пока что здесь. Ну, а вот этот столик мы сюда. Тебя вот сюда. Тебя вот сюда. Ну, почему ты всегда вертишься? Почему стулья всегда вертятся в Sims 2? Ну, и тогда вот эту косточку мы, наверное, где-нибудь вот здесь разместим. Потому что она прям по центру кухни практически лежит. Ну, и тогда вот здесь, наверное. Вот здесь. Ай, будет бар. Ну, а вдруг к нам гости придут? Потому что у нас тут, кстати, между прочим, в каждом доме уже есть соседи. Поэтому, я думаю, надо будет их как-нибудь пригласить. И давайте посмотрим, как дела вообще у наших персонажей, кто чем занимается. Значит, наша Кетти сейчас, видимо, что-то прокачивает. Давайте посмотрим, что она прокачивает. Ей, кстати, нужно прокачать технику, потом культуру тела и творчество. Кстати, культура тела. Друзья мои, у нас 6 тысяч есть. Может быть, нам какой-нибудь тренажер разместить? Слушайте. А ну-ка, стоп. Давайте вернемся в режим жизни. Это у нас все сдвинулось. Давайте, может быть, какой-нибудь тренажер. Стоп. Тебя мы, наверное, знаешь, где разместим? Вот здесь. Здесь у нас будет место для гриля. А здесь, может быть, нам что-нибудь поставить? А ну, давайте посмотрим. Из тренажеров у нас есть, например, велотренажер. Хм, хорошая идея. Можно такой, можно такой. Слушайте, давайте вот такой тренажер поставим. Или вот этот. А ну, сколько ты стоишь? А ну, удиви меня, 900. Ну, в принципе, нам подойдет. А что по цветам? А по цветам ничего. Можно было бы, конечно, беговую дорожку. Но нет, досуг 3, уют. Давайте, наверное... Нет, подождите. Досуг 3. Давайте досуг 3 хай будет. Все. То есть у нас сегодня Кейти как раз может и прокачать технику. Ну, насчет культуры тела полностью я не знаю. Ей еще нужно творчество прокачивать. А у нас есть мольберт? Хм. А у нас мольберта, по-моему, нет. Посмотрим, как дела у Джейка. Тебе надо... А тебе, в принципе, ничего не надо. У него, в принципе, по прокачке все гуд. Ему нужно будет 8 вечера на работу. Как дела у Гарри? Чем Гарри занимается? Гарри... Подождите. Я думала, он пиццу хотел съесть. Я еще смотрю, думаю, почему он пиццу хочет съесть в ванной комнате. Он, видимо, решил пойти что, цветочки полить? А, нюхать цветочки. Смотрите, какие у нас тут красивые. Это, видимо, тюльпанчики. Да, ребят? Напишите в комментариях, это тюльпанчики или не тюльпанчики. Как дела у малышки Элли? Я так понимаю, что в этой серии она станет старше. Но вроде как она спит. Хай отдыхает. Мы не будем трогать ребенка. Почему у нас криво стоит вот этот горшок? Ну, почему у нас всегда, вечно все предметы разворачиваются? Окей. Возвращаемся с вами в режим жизни. Посмотрим, как настроение. Кто ругается? Ребята? Ребятки, что происходит? Ребята? А что это было? А Бутин Ло? Вы слышали? Может быть, это у соседей? Странный какой-то звук. Джейк, это ты издавал этот звук? Да нет. Слушайте, ребят, вопрос. Я слышала раньше эти звуки, но мне казалось, может быть, у нас правда телевизор работает? А ну-ка. Нет, телевизор у нас не работает. Кстати, мы с вами теоретически... Нет, наверное, не можем третий этаж построить. Хотя идея очень даже неплохая. А вот и наши соседи. Здрасте, привет. Кстати, я бы хотела, чтобы... Где? Где? Где наш Гарри? Гарри у нас внизу. Я бы хотела, чтобы он познакомился с Исаией. Давай, может быть, мы развлечем, расскажем какой-нибудь анекдот, поговорим, поболтаем. И давай, может быть, поиграем с шариками с водой. Кстати, как у тебя с учебой? Давай посмотрим. Он троечник. Ему нужно будет, конечно, сделать домашнее задание. Давайте спускаться вниз. А что не так с Элли? Ну, давай посмотрим, ты что собираешься делать? А, ты хочешь накормить? Молодец. Но мне кажется, надо было поменять подгузники. Джейк, тебе скорее надо поменять подгузники, малышки. Положить на пол, давай приласкать. Поменять пеленки. Я тебя очень прошу. Поменяй, пожалуйста, пеленки. А, вот ты, моя хорошая. Ты у нас что прокачиваешь? Наверное, она прокачивает технику. Технику, ребят, смотрите. Трошки осталось, и у нее уже будет полностью прокачанная техника. А кто это у нас такие? Это Мэри. И это Натаниэль. По-моему, они живут... Да, они живут напротив нас. Что-то у них не складываются отношения. А ребята, между прочим, общаются. Это Джоди. С Джоди, по-моему, еще не знакомы. Джоди такая деловая у нас тут ходит. Попросим Джейка, чтобы он уложил Элли, и затем ему нужно поубирать. Кстати, я смотрю, что ему хочется завести еще одного ребенка. Вы представляете? Ну, в принципе, чем бы и ни. У нас будет большая семья. Мне кажется, что идея очень даже интересная. И почему миска пустая? Ну, почему пустая миска? Давай-ка ты наполни миску, и потом вот это вот все поубирай. Я тебя очень прошу. Кстати, можно попросить его приготовить какой-нибудь коктейльчик. Приготовить коктейли, между прочим. И давай посмотрим, как дела у Гарри. Слушайте, по-моему, кто-то решил с нашей собакой поиграть. Да, в принципе, я не против. А кто это такой? Честер? Честер? Честер Бзик? Слушайте, какой интересный персонаж. Привет. А ты где живешь? Давайте посмотрим, где живет Честер. Честер Бзик. Ты не здесь, тут Ларсон. А здесь Бзик. Но я почему-то не могу прийти к нему в гости. Ну, понятное дело, он же на улице стоит. Какие гости, Даш? Я так понимаю, что у нас уже готовы коктейли. Я же попросила выбросить. Пожалуйста, повыбрасывай. Мы сейчас, наверное, попросим Кейти, когда она дочитает, выпить коктейль. А что у тебя вообще по показателям? Ну, ей в туалет нужно. И затем она пойдет заниматься. Так, значит, миска у нас уже наполнена. Что случается? Ты в туалет хочешь? Так чего ж ты не сходил? Ты такие текавые. Я же говорю, иди, сходи, сделай свои дела. Нет, он не хочет этим заниматься. Слушайте, а может быть, нам с вами как-нибудь наших соседей в гости пригласить? Ребята, а где Гарри? А чего они тут уже находятся? А почему им не пойти поиграть вот на территории? Возле дома. Нет, они пошли куда-то туда. Так, а это кто такой? Натаниэль. Натаниэль пошел, видимо, тоже в шахматы может играть. Видите, у нас тут, в принципе, есть и местечко, где можно в шахматы поиграть, и можно что-нибудь приготовить. Но мне кажется, что лучше у нас здесь будет стоять гриль. Давайте, кстати, попросим поджарить, приготовить для всех, сделать партию. Слушайте, давайте попросим для всех приготовить хот-доги. Ты куда пошел? А, он пошел в ванну принимать. Окей. Так, а это что такое? Оушен? Здравствуйте. Кейти, вы увлекаетесь техникой, но это только начало. Приглашаю вас посетить мастерскую Билла. Место, куда приходят все, кто любит разбирать и собирать детали. Слушайте, вы как бы пришли в чужой дом, и вообще я великая воровка Кейти, а вы тут пришли и почему-то мне мешаете. О, сейчас у нас будут хот-доги, но я ни с кем пока делиться не буду. Пока мы с вами не научимся делать топовые хот-доги, понятное дело, что делиться ни с кем не будем. Как дела у Гарри? Он уже поиграл? Он пошел опять нюхать цветочки? Серьезно? Да, ребят. Он очень любит нюхать цветочки. Слушайте, а он может половить? Да, он может половить бабочек. Знаете, очень миленько выглядит. По-моему, это Анютины глазки. Ребят, исправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Но, по-моему... Или нет? Слушайте, а кто это? По-моему, Анютины глазки. Вот эти вот фиолетовые очень похожи. Может, я перепутала, правда? Ну, не знаю. Но вроде бы я права. Кстати, можно было бы вместе с Гарри собрать целую коллекцию. Привет, Кейти! Как... Да ладно! Смотрите, нам Сейди написала. Серьезно? Как интересно. То есть, помните, у нас с Сейди не складывались особо отношения, потому что, как бы, ну, у Сейди роман с графом и, как бы, граф бывший нашей Кейти. Но после того, как у Кейти появился Джейк, а Сейди закрутила роман, если вы пропустили прошлую серию, советуем ее вам обязательно посмотреть. В общем, когда у нее наладились отношения, то я смотрю, что девушки подружились. И это, конечно, здорово. Так, ты чего? Ты устал? Ты хочешь кушать? Иди сюда, пожалуйста. Возьми порцию. Иди сюда, возьми порцию. А то заходит такой. Я так понимаю, что собирался уже, наверное, идти отдыхать. Нет, нет, нет. Сначала нужно покушать. Сначала нужно поесть. И я смотрю, что Кейти почти закончила. То есть, у нас по технике, в принципе, все уже будет very good. И, кстати, возможно... Ну, я не знаю, прокачаемся мы сегодня. Будет ли у Кейти повышение? Хотелось бы, конечно, чтобы она получила повышение. Затем она исходит в туалет и потом перекусит. Слушайте, а давайте купим все-таки киоск для продажи лимонада. Только вот мне интересно, куда я его могу разместить. А никуда я могу его, получается, только в доме разместить. Блин, как-то обидно стало. Нигде не могу, и даже вот здесь. Я знаю, что это нарушены границы территории. Но зачем мне здесь этот лимонад? Нет, мы можем, конечно, здесь поставить. Будем к себе гостей. Ребята, а почему он голый? Почему он голый? Я что-то пропустила. Подождите, он только что кушал хот-доги. Блин, пока что я нигде не могу разместить. Обидно. Ну да ладно, потом где-нибудь разместим. Почему он голый? Он же только что кушал хот-доги. Ребята, а почему он? Я вообще сначала, ребят, вы сейчас будете смеяться. Я просто... Подождите. Почекайте, ежики. Я смотрю на вот этот вот кадр. И мне казалось, что голый Джейк зачем-то взял Элли. И решил ее искупать в раковине. Я просто смотрю, тут мне показывает, что не мочалка, а голова с волосами. И я перепугалась, что он голый, зачем-то взял малышку и пошел ее купать в раковине. И когда я включаю игру, я смотрю, он, ну знаете, так вот одним глазком получается глянул. Я думаю, почему он вытирается малышкой? Вы представляете, какие бывают глюки? Слушай, ну у нас же две... У нас две ванные комнаты. Я вот не могу понять. Я не могу понять, почему не пойти. Да, я понимаю, что тебе лучше сейчас в дом не заходить. Вот себе какая-то кринжа. Я хочу, наверное, нашего Гарри уже отправлять скоро отдыхать. Потому что, смотрите, бодрость у него упала. 17.40. Давайте мы попросим его спать в пижаме. Но он сейчас никуда не пойдет. Слушай, если ты хочешь пойти принять ванну, ты можешь пойти принять ванну. Зачем ходить голым, ты понимаешь? Ты Гарри смущаешь, ты понимаешь? Подождите, она еще не прокачалась? Фух, наконец-то! Или нет? Или да? Фух, прокачалась, ребят. Значит, нам с вами нужно будет... Джейк, ждите машину через час. А как у тебя вообще по показателям? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, соу-соу. Давайте попросим, наверное, Кетти ответить. Кстати, а когда ей на занятие? На занятие? На работу? Ребят, ей тоже скоро на работу. Ну, в принципе, у нее нормально. Она может съесть только хот-дог и все. Иди отвечай быстрее. Кто тебе позвонил? А, наш сосед, ребята! Это же наш сосед, к которому как-то нагло в гости пришли. Мы ее сейчас должны попросить покушать. И затем Джейк отправится на работу. Потом, давай, может быть, мы... Так, эй, мне показали пару мест, где можно здорово отдохнуть. Центр, это недалеко. Не-не-не-не-не-не. Почекай, Ежик, я не могу сейчас никуда отправляться. Убрать остатки. Убери остатки. Куда ты пошел? Сейчас к Элли поднимется Кетти. Только сначала ей нужно покушать, потом поубирать. Потому что, видите, уют у нас соу-соу. Такое себе. Мне не очень это нравится. И давайте посмотрим, как у Гарри дела. Гарри отправился отдыхать. Как у тебя, моя хорошая? Она вроде спит. Нет. Спит, не спит? Спит, не спит? Наверное, не спит уже. Значит, давайте глянем. Я думаю, что нам нужно будет сейчас, наверное, няню пригласить. Кстати, пригласить директора идея отличная. Но я думаю, что мы с вами это сделаем, может быть, во вторник. Кому-то, по-моему, нужно отправляться на работу. Отправляйся, пожалуйста. Смотрите, какой интересный парниша. Может быть, Элли потом с ним познакомится. Как думаете? Так, возвращаемся. Возвращаемся к нашей Кете, которая до сих пор жует свой хот-дог. Пожалуйста, приберись. Пожалуйста, приберись. И, кстати, тебе на работу сегодня надо? Да. Ей нужно на работу. А, еще рано. Поэтому у нас не вылезла табличка, что через час к вам приедут... Ты что? Взять на руки. Правильно, возьми и уложи, пожалуйста, в кроватку. То есть, получается, Джейк почему-то малышку Элли поднял на руки и опустил на пол. Положи, пожалуйста, в кроватку ее. И, кстати, давай, наверное, что мы с тобой сейчас делаем. Нам нужно позвонить услуги. Нам нужна няня. Я не помню, у нас с вами нянечка уже приходила в эту квартиру? Или же нет? И если мы сейчас нянечке не позвоним, то, как вы понимаете, скорее всего, просто Кейти на работу не пойдет. Няня, давай, 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 давай. Давай, быстрее. Тебе на работу нужно. Быстрее, быстрее, быстрее. Один визит пока что. Ладно, скоро буду. Это хорошо. Это чудесно. Ты не хочешь выпить? Нет, ты не хочешь выпить. Ну, я же говорила. Оставлять малышей в одиночестве я не могу. Блин, ребят, машина уехала. Машина-то уехала, все. То есть мы с вами идти на участок. Общественный участок. Все, классно. На работу мы сегодня, я так понимаю, что не отправляемся. А, идти на работу есть пункт, ребят, но... Но-но-но-но-но-но-но. Я слышу, кто-то орет. Какие-то у нас очень шумные соседи. Где? О, ребята, это ласт. Наконец-то. Иди сюда. Иди сюда. Все, няня приехала. Давай на работу, быстро. Нам деньги нужны. Фууууу, успели, ребята. Успели. А то, понимаете, у нее будет падать просто ее успеваемость. И все, ей будет жибко. Как дела у Гарри? Гарри скоро, наверное, будет просыпаться. И я думаю, что он попытается с Лероем наладить отношения. Кстати, тебе желательно пойти еще, наверное, душ принять. Давайте мы его сейчас разбудим. Ты подойдешь, Эрика? Подойдешь к малышке? Ну, надеюсь, что подойдет. Мне вот интересно, когда у Кети родится еще один малыш. Джек еще одного ребенка захочет или нет? Как думаете? Напишите, ребята, ваши предположения Ну, конечно! Ну, конечно нужно было, чтобы у нас здесь натекла целая лужа Хороший мой, давай мы это все повытираем Я тебя прошу, поубирай здесь И где наш пес? Лерой решил поиграть со своей игрушкой Давайте мы, наверное, сейчас возьмем на прогулку Хотя нет, стоп, давай сначала поиграем Дрессировка, порадовать, давай угостим Потом я хочу, чтобы они повозились Ну и затем мы можем поиграть с палочкой Пожалуйста, поиграйте потом Я так понимаю, что у Эрики тоже есть такая вот отвратительная привычка Она только что подошла, взяла малышку и положила на пол Нормас! Ничего тут такого удивительного Пойдем, ты чего такой? Гарри, тебе не нравится убирать? Да кому нравится убирать? Ребят, напишите в комментариях, вам нравится убирать или нет? Пойдем, пойдем, мой хороший Нам с тобой нужно заняться делом Нам бы еще, конечно, сделать домашнее задание Но, ребят, у нас с вами, по-моему, домашнего задания нет Видите, багаж пуст А здесь у нас нигде вроде как домашнего задания нет Конечно, в Sims 2 есть полная прям печалька с домашним заданием Потому что, к сожалению К сожалению, у нас домашнее задание Ой, почекайте ежики, нам кто-то звонит Давай ответим Кто-то нам звонит Причем в 11 ночи Здрасте Хей, ребят, смотрите Да это же наш снежный человек Нет, не может Сори Давайте мы порадуем, почишем животик И я бы хотела угостить Давай подружимся Мы с вами должны посмотреть, какие у него вообще отношения А, ну с Лероем, в принципе, неплохие Но хотелось бы, конечно, получше Он так хочет эту стойку с лимонадом Но, понимаете, я не знаю, где эту стойку поставить Поиграть Давайте с палочкой Постучал по животику Но Лерою нравится Лерою нравится, когда он играет с Гарри Что, пойдем гулять сейчас? Сейчас пойдем погуляем Правда, уже поздно Я не знаю, что скажет Джейк или Кейти Стоп, стоп, стоп Лерой убегает Надо пойти погулять Взять на прогулку А я хочу посмотреть, как дела у Элли Потому что что-то мне подсказывает Нянечка туда-сюда носит малышку Вот смотрите Ей надо искупаться Ей нужно подгузник поменять Мы будем это сегодня делать Эрика Эрика, пожалуйста, поменяй подгузник Я тебя очень прошу Ты моя хорошая умница Фух А то я уже перепугалась Что у нас сейчас у Элли будет просто отвратительное настроение И все Иду по бачине и в рубачине И потом у нас будут большие-большие-большие проблемы Ну что, пошли гулять Фирма планирует вывести сотрудников на барбекю Нужна помощь в готовке закусок Что предпочтет приготовить Кэти Гамбургеры или салат Давайте гамбургеры Кэти умеет обращаться с грилем Но никогда еще ей не приходилось готовить Такое огромное количество гамбургеров Из-за спешки часть гамбургеров получается пережаренная Часть сыровата Надо было салат готовить Надо было готовить салат Самое простое и проверенное блюдо Вы же знаете, кто это? Вы же знаете? Привет Мы любим питомцев Мы любим животных Мы хотим подружиться Привет Вы же знаете, да? Кто это у нас со светящимися глазами? Привет Привет, привет Ты такой красивый Давай подружимся А ну-ка Мы тебе можем дать какой-нибудь смоколок? Или нет? Порадовать Угостить А ну-ка И погладить Давайте попробуем Мне кажется, Балин пришел только, чтобы ему смоколки давали Так, подождите Мы можем сейчас как-то еще наладить отношения Потому что 9-3, ну как-то маловато Прогнать, накричать Ну что это такое? Прогнать, накричать, порадовать 16-4 Ребята, изи Если вы хотите завести питомцев в Sims 2 Просто радуйте и гладьте Я бы, конечно, очень хотела, чтобы они стали друзьями Потому что у меня есть очень-очень-очень большие планы Слушайте, а по-моему, Балина знает еще Кетти Давайте проверим О, вы представляете, что сейчас будет? Джейк увидит, что его сын в 2 часа ночи с какой-то стрёмной собакой разговаривает. Ну, для Джейка это стрёмная собака. Мне казалось, слушайте, по-моему, Кейти должна была знать Балина, нет? Ну, давайте проверим. Да, Чонг, Шизик. И всё? Так, а вот это уже интересно. Ой, что такое? Тебе не понравилось? Джейк возвращается домой, 385 символионов. Почесать животик уже можно? Почеши животик. Порадуй угости, пожалуйста. И давай поиграем. Вот, прекрасно. А мы с вами посмотрим, как дела у Джейка. Джейк хочет спать. Ну, понятное дело. Я надеюсь, что Эрика уже домой отправляется, потому что как-то она, знаете, себя ведёт иногда... Ты куда? Она идёт готовить что-то на гриле или она идёт играть в шахматы? Слушайте, это не моя бабочка? Это, случайно, не моя бабочка? Видимо, нет. А ну-ка, давайте посмотрим, как отношения у нас-то складываются. Я только понимаю, что это будет наш новый хороший друг. А ну-ка. 34, ребят. 34, 5. Ну, 5 маловато. Но мы с вами можем и повозиться, и почесать животик, и можем угостить, и погладить. Короче, сейчас будем всё делать. Все хорошие пункты будем с вами выбирать. И, может быть... Кстати, уже 45. 45, это прекрасно. И я уже даже знаю, как мы с вами потом поступим, но я пока что не спойлерю. Где Джейк? Всё. Джейк отправился в лакшери кровать. Вы посмотрите, у нас кровать с сердешками. Просто красота. Слушайте, а где Кэти? Кэти уже тоже должна вернуться домой. Кэти вернулась. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Как у тебя? Всё в порядке? 940. Прекрасно. Кстати, 6,5 тысяч почти у нас есть. Она хочет пригласить кого-то в гости. Я же говорила, что будем гости с вами устраивать. Она хочет, чтобы он выучил команду Дай Лапу заслужить хорошую репутацию. Как важно сохранять хорошее отношение с соседями, чтобы заработать хорошую репутацию, поддерживать добрые отношения. Вот. Нам с вами нужно и соседей в гости пригласить. И надо с ними поддерживать отношения. У нас уже как бы все дома. У нас все дома, поэтому уложи, пожалуйста, в кроватку. Эрика! Не надо бить Мишку, пожалуйста, не бей Мишку. Я тебя прошу, я знаю, в Sims 4 все любят бить Мишку. Ребята! Что у нас тут происходит? Это кто с кем? Эйка. И Шеба. А, фух, я уже перепугалась, что Гарри не пошёл спать. Я перепугалась, что на него кто-то напал. Ребята, у нас тут драка. Ну как так можно на маленького? Ну как, ребята? Как можно на маленького? Нельзя так делать. Нельзя. Ребятки, как жалко. Давайте угостим. Поприветствуй, пожалуйста. Пойдём угостим смоколоком. Нельзя так вести себя. Лерой поднимается наверх. Видимо, сейчас уляжется спать здесь. Как же грустно. Привет, привет, привет. Привет, красивый пёс. Слушайте, по-моему, это Джек Рассел. На тетику похож. Ты хочешь? Хочешь, 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 дрессировка порадовать? О, угостить. Хочешь смоколок? Возьми, пожалуйста. Смотрите, какой симпатяшка. Порадующе, пожалуйста, погладь. Раз у нас сегодня планируется вечеринка с соседями, давайте, наверное, добавим ещё один стульчик. Разместим его вот здесь. Я предлагаю купить какой-нибудь музыкальный центр. Да, я понимаю, что, скорее всего, они будут всё время включать какую-то громкую музыку. Но какая же вечеринка будет без танцев? Что нам с вами ещё интересненького купить? Может быть, нам какие-то развлечения? Давайте посмотрим. Значит, мы с вами можем купить шахматы. Нам не понадобятся. Качели тоже. Может быть, дартс? Давайте возьмём, может быть, дартс. Только нам, наверное, вот эту миску тоже нужно передвинуть куда-нибудь, куда-нибудь, куда. Вот сюда. Но, блин. Здесь тогда не пройти. Давайте тогда вот здесь у нас будет миска. А здесь у нас будет дартс. Всё, бимба. У нас остаётся пять тысяч символионов. Ну, не знаю, что-то ещё покупать я бы не хотела. Мне кажется, что на первое время этого должно хватить. Переходим в режим жизни. И сегодня Джейк отправляется на работу. Давайте посмотрим во сколько. Восемь часов вечера. А у Кейти выходной. Значит, что мы с вами должны сделать? Стоять! Стоять! Дамочка! Дамочка Джоди! Предложить. Отдать питомцу. Нет! Нет! Поговорить. Давайте поболтаем. Потом я хочу с Мэри ухаживать. Даже и не думай. Даже и не думай. Сделай комплимент. Никаких ухаживаний. Слушайте, а как думаете, что ему понравилось? Кстати, а Мэри очень даже симпатичная барышня. Как вы думаете, что ему понравилось в Мэри? Ему нравится запах пота и фигура. Ну, вроде зеленой дымочки я не вижу. Ну, а кто знает? Поговорить, давайте еще поболтаем. Значит, нам нужно со всеми нашими соседями познакомиться. Мы знаем... Мы знаем... Кого мы с вами знаем? Мы с вами знаем Ильдар, да, по-моему? Нет. Натаниэль. Нам с вами нужно познакомиться с Натаниэлем. Мы с вами сейчас со всеми тут поболтаем. И я думаю, что через пару часиков... Донатас. Здравствуйте. Вы к нам тоже в гости хотите прийти? Или вы наш гриль проверяли? Нет, ну, в принципе, я не против. Хай проверяет, а то вдруг у нас пожар будет. Кейти, нужно срочно просыпаться. Просыпайся давай, малышка плачет. Как у тебя дела? Ты там со всеми уже знакомишься? Слушайте, ну, по-моему, он со всеми перезнакомился. Почему вы говорите про вуху и про грабителей? Вы говорите про мою жену? Да, я знаю, она очень горячая. Но она не работает. Вот в той сфере, о которой вы говорите. Нет, 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 нет. Она очень порядочная, она гамбургеры готовит для вечеринок. Так, гамбургеры. Гамбургеры. Только гамбургеры. Расскажи анекдот. И я бы хотела, куда ты пошел? Ты пошел в туалет. Ладно, лучше иди в туалет. Потому что у нас тут и так на улице луж достаточно много. Уложи, пожалуйста, малышку. И мы сейчас попросим, наверное, ее все-таки поубирать. А то придут нам гости. А может быть, закончится как раз дождь. И они такие, ой, пойдемте на улицу. Может быть, какой-нибудь гриль сейчас приготовим. И мы скажем такие, ой. Ребята. Ребята, ребята. В смысле? Оксана, здравствуйте. Нет, 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 нет. Ребята. Ребятки. А мы ничего не можем сделать? Серьезно? Джейк вообще в туалет пошел. Нет, Лерой. Нет. Нет. А почему мы ничего не можем сделать, как в Sims 4? Скорее всего, ничего нельзя сделать, но... Ребята. Как грустно, ребята. Как грустно. Я помню, что несколько серий назад появилась табличка, что Лерой уже состарился. Ребята, как грустно. Лерой. Я так привыкла, что он у нас тут бегал. И всю прошлую ночь Гарри проиграл с Лероем. Ребята, ну как так можно? Здесь покоится Лерой. Воскресить? Кстати, ребята, воскресить... Слушайте. А микрофон у нас где остался? А он у нас остался. А он у нас там остался. Нам тогда придется, наверное, все-таки как-то съездить в гости к нашему графу. И мы можем попытаться воскресить Лероя. Как вам идейка? Давайте тогда начнем готовиться к вечеринке. Мне кажется, что все-таки Джейк может еще приготовить коктейли. Давайте приготовить, смешивать. И давайте все-таки здесь поубираем. Пожалуйста, поубирай. Прибраться. Я тебя прошу. Приберись. Я тебя очень-очень прошу. Такое ощущение, что соседи точно знали, что у нас сегодня будет вечеринка. Они такие приходят, типа, здрасте. А что вы планировали сегодня вечеринку устроить? Чего к нам все время заходишь? Донатас. Донатас, закинь нам донатов. Донатас. Все, он уже уходит. Ребята, у нас тут какой-то еще флирт намечался. По-моему, мы с Честером еще не общались. Подожди, куда пошел? Уходит. Ребята. А она... Стоять у нас драма. Значит, только что. Честер глазки строил Мэри. А у Мэри любовные искорки к кому? Где этот Донатас? К Донатасу? Вы представляете? Вот это страсти. Вот это у нас тут интересные повороты. Квартира в полном порядке. Я так и знала, что это тот, кто приходит к нам чекать квартиры. Вот это интересно. Надо будет поближе, конечно, с соседями познакомиться. Как дела, малышки? Ну, класс. А, сели у меня смотреть телевизор. Я думала, что малышка плачет. Я уже перепугалась, что случилось. Как у тебя дела, хорошая моя? Возьми на ручки. Может быть, покормить ее нужно? Да, она идет ее кормить. Значит, возвращаемся... Они общаются? Фух. Я уже перепугалась, что сейчас они еще и поругаются. Разозлить не надо? Поболтайте. Я так понимаю, что Кэти нужно будет еще отдохнуть. Потому что, видите, у нее бодрость соу-соу для вечеринки. Ну, так себе. Стоять. Поднимаемся наверх. Уложи, пожалуйста, Элли. Ну, не трогайте вы этого несчастного мишку. Ну, что ж такое? Ложись спать. Опять они музыку включили. Ребят, по-моему, это издевательство. Пойдем выключим музыку. Пойдем выключать. Спускаемся вниз. Спускаемся с вами вниз. Где у нас музыка? Они все равно нашли этот музыкальный проигрыватель. Выключай. И я хочу, чтобы сейчас наш Джейк здесь поубирал. Кстати, давайте, наверное, вот эту урну вынесем вот сюда. Блин, как грустно. Ребята, я не думала, что у нас будет такая грустная серия. Первый день в новом доме. Знакомство с соседями. Они уже напитки у нас пьют. Выпить из бутылочки, приготовить коктейль. Не хочу готовить коктейль. Ничего не хочу делать. Я хочу пойти поджарить хот-доги. Стоп. Не хот-дог, а давай приготовить для всех хот-доги. Потому что все-таки у нас будет вечеринка, и нужно больше хот-догов. Ты, моя хорошая, может быть еще часик-два поспи. Вот. Я думаю, что уже можно просыпаться. Как раз Гарри вернулся домой, но он, по-моему, спать хочет. Да. Мы его сейчас отправим отдыхать. Что ты хочешь сделать? Поговорить с Мишкой? Хм. Ну, можно, в принципе. А как там твое домашнее задание? Слушайте, а где его домашнее задание? Ну, куда ты сейчас его разместишь? А ну-ка. Ребят, проверяем. Смотрим, смотрим, смотрим. Куда? Вот здесь. Прекрасно. Ложись, пожалуйста, спать. А мы сейчас Кэти попросим, чтобы она... Эй, Джейк, Кэти может подойти? Нет. Кэти идет готовить. Кэти должна подать обед, подать десерт. Давайте мы подадим, наверное, десерт. Сделать партию для всех. А давайте мы попросим ее... Гамбургер. У нас будут хот-доги и гамбургеры. Знаете, такие у нас будут уютные домашние посиделки. Значит, я хочу, чтобы Джейк сейчас занялся вечеринкой. Позвонить, пригласить на свидание надо. Нет, стоп, нам нужно не сюда. Подписаться на журнал, путешествие. Устроить вечеринку. Прием, строительная вечеринка, спорт вечеринка. Давайте прием. Сегодня у нас будет прием. Кстати, а когда у нас Гарри станет старше? У нас еще есть время, 5 дней до юности. То есть, директора мы тоже с вами успеем пригласить. Кого мы будем приглашать? Значит, я бы хотела пригласить. Теперь надо всех вспомнить. Честера. Потом мы Мэри. Натаниэля пригласим. Анита. Анита Кларк. Нет, не надо. Слушайте, ну ту парочку, которая к нам в гости приходила, я, получается, не могу почему-то пригласить. Но окей. Пригласим этих троих. Надеюсь, что они согласятся прийти к нам в гости. Ну что, включаем музыку. Потому что сейчас нам музыка по-любому понадобится. Вы пригласили гостей. Пора выставлять прохладительные напитки и включать музыку. Да все, уже включаем музыку. Переключить на. Давайте включим мою любимую станцию. А где моя любимая станция? Расскажи анекдот, только давай без флирта и прочего. Ребята, интересно, как сейчас Мэри и Честер будут разговаривать? Скукотища. Ничего, мы сейчас разберемся. Можно мне пройти? Мне нужно гамбургеры приготовить. Пожалуйста, дайте мне пройти. Пропустите. И давайте, наверное, приготовим еще коктейли. Смешивать. У нас же должно быть много коктейлей. Гостей, конечно, немного, но я думаю, что коктейлей нужно побольше сделать. А наши... Так, стоп, а где? Я не вижу. По-моему, Джоди, да, звали? Барышню, которая к нам уже приходила. Ребят, смотрите, Богдан. Богдан, наверное, хотел к нам на вечеринку. Он такой грустный. Я слышу. У них там музыка играет. А меня никто не пригласил. Ладно, я гордо пройду мимо их дома. Я так хотела встретиться. Мне не очень нравится, что Джейк так активно общается с Мэри. Иди готовь коктейли. Все, давай, иди готовь коктейли. У нас сейчас будет очень веселая вечеринка. Все слушают музыку. Как-то у него шея прям выкрутилась. Прям в другие стороны. Слушайте. А Мэри как-то посматривает в сторону Честера. Нет, мы, конечно, с вами видели, что у Мэри сердежки при виде этого чувака Доната. Но, блин. Я надеюсь, что мне показалось. Я надеюсь, что у нас тут не будет никаких проблем. Куда ты пошел пить? Куда ты пошел? Давай, может быть, мы пригласим к столу всех гостей. А то мне так нравится. Приготовили, оставили. Ребята, а где гамбургеры? Куда она делала гамбургеры? Багаж? Ребята, она в багаже разместила. Вы представляете? У нас несколько гамбургеров в багаже. Отлично. Интересно, какие из гамбургеров завонялись. Что она идет еще готовить? Не надо, хватит гамбургеров. У нас не так много посетителей. Этот пошел танцевать. Ладно, давайте мы попросим. Завтра Элли будет отмечать день рождения. Джейк, ждите машину. Класс. То есть сейчас всех будет развлекать только одна. Да она пошла все ставить. Сейчас всех будет Кетти развлекать. Прекрасно. Прекрасно она пошла гулять. Давай тогда всех пригласим. Тут очки. Садитесь, пожалуйста. Надо сейчас будет поболтать с Мэри. Ухаживать не надо. Давай мы развлечем тоже анекдоты. Расскажем. Оставь, пожалуйста, малышку. Ну, спит себе малышка. Нет, нужно обязательно подходить и всех трогать. Кстати, возьми, пожалуйста, себе порцию. Потому что мне кажется, сейчас кому-то будет плохо. Подать. Давай, подавай. Надо со всеми поговорить. А то у нас сейчас будет супер-пупер скучная вечеринка. Она пошла туда подавать, знаете? Чтоб соседей привлечь внимание. Соседи. Кто к нам сегодня не пришел на вечеринку? А ну-ка, давайте, заходите. Давайте поболтаем с Честером. Порадовать. Сделай ему комплимент. Поговори и поболтай. И нам нужно будет еще с Натаниэлем обнять. О, ребята, пообщаться. А ну-ка, а ну-ка, как интересно. Ей нравятся черные волосы и трудяга. То есть, смотрите. Джейку понравилась Мэри. А ей, получается, понравился Натаниэль. Как интересно получается. Все, ты покушала? Все, пожалуйста, оставляй тарелку. Нам нужно срочно... Неплохо, между прочим. Вечеринка улучшилась. Мы, кстати, можем потом присоединиться к игре. О, ребятки. У нас тут вонючки. У нас что-то завонялось. Одна минута осталась. Одна минута. Пойдем со всеми поболтаем. Давайте только выключим музыку. Потому что она, мне кажется, по башке начинает уже бить. Ну-ка, ребят. Никто не хочет выпить со мной. Плохой комплимент она сделала. Хорошо, давай я тебе анекдот расскажу. Ну, вот анекдот понравился. Ну, ты пошла. Ребята, у Мэри только что опять появились сердечки. Я так понимаю, что где-то недалеко Донат гуляет, что ли? Нам только что сделали замечание из-за того, что у нас была очень громкая музыка. Похоже на ваши вечеринки. Повеселиться не удалось. Ну, классно. Ну, классно. Спасибо, что к нам пришла Джоди. Которая постоянно отвлекала нашу Кэти. И в итоге рейтинг вечеринки скукотища. А вот если бы она нас не отвлекала, у нас уже вот поднимался же рейтинг. Обидно стало. Ладно. Придется. Тогда Джоди тоже пригласить как-нибудь. Ребята, по-моему, малышку нужно срочно переодеть. Что такое? Ну, класс. Теперь у нас тут стоят вот эти... Нельзя? Почему нельзя? Можно. Можно выбрать. Пускай здесь стоит. Нам нужно срочно заниматься малышкой. Пожалуйста, поменяй пеленки. А как дела у Гарри? Гарри нужно срочно в туалет. Давай. Бегом. Бегом в туалет. И затем я хочу попросить, чтобы он сделал домашнее задание. Сделать домашнее задание. Причем, кстати, мы можем попросить, чтобы он домашним заданием вместе с Кэти позанимался. Мне кажется, что это будет самый лучший вариант. Кэти! Уложи, пожалуйста. Уложи, пожалуйста, малышку. И сейчас мы должны сделать домашнее задание. Потому что если мы его не сделаем, кто нам звонит? Джек едет на вызов. Машина застряла в громадной пробке на самом перегруженной магистрали города. Сирена не помогает. Машинам просто не хватает пространства, чтобы пропустить скорую. Можно попытаться объехать пробку по тротуару или пройти 25 кварталов пешком с медицинским чемоданчиком и реанимационным комплектом. Я боюсь, что нас могут отштрафовать. Но давайте про тротуару. Выскочив на тротуар, Джейк быстро понимает, почему большинство водителей по тротуару пешеходы. Скорая чуть не сбивает продавца. Уволен? Ребята! Я же говорила, что полиция будет. Сегодня какой-то неудачный день. Неудачный сегодня день, ребята. Просто супер неудачный к нам Илья пришел. Да. Грустно. Я с тобой согласна. Забери, пожалуйста, почту. Ну, кстати, с другой стороны, Джейк тогда может заняться нашим магазинчиком. Джейк может заняться магазинчиком. Я так и знала, что сегодня будет неудачный день. Нельзя ездить по тротуару. Вы же понимаете. Я вообще боялась, что у нас будет, знаете, в истории, что типа они поедут по тротуару и вообще кого-то собьют. И это было бы просто вообще ужасно. Ну, в любом случае, у Джейка есть возможность либо смотреть за детишками, либо же он может заниматься нашим магазином. А где Гарри? Гарри не хочет все-таки вместе с Кетти сделать домашнее задание. Пойди, пожалуйста. Да что ж такое, ребят? Вместе с Кетти давай. Кто нам уже названивает? Натаниэль. Ну, хорошо. Давай поболтаем. Какую жалобу? Я уже, знаете, сколько раз выключала эту музыку? Кто ее включает? Я не понимаю, кто включает. Да у нас никто не воняет. Ну, пара тарелок. Ну, подумаешь. Вылезать не надо. Давай, вырубай. Слушайте, мы же попросили вырубить, да? Ребята, у нас тут все воняет. На нас жалуются соседи, вы понимаете? Мы только с вами приехали в новый дом. На нас жалуются соседи. У нас проблемы. Все? Вы молодцы? Сделал домашнее задание. Пожалуйста, ты займись кроватью, а мы, наверное, Кетти попросим поубирать. Вы видите, к нам приходят соседи, и они жалуются, рассказывают, как у нас тут воняет. А ты, пожалуйста, мой хороший, ложись, пожалуйста, спать. Сегодня просто мега неудачный день семейки Фейри. Мало того, что мы потеряли Лероя, к сожалению. Мы потеряли Лероя. У нас воняют в доме. У нас неудачная вечеринка. И еще и Джейка уволили. Ребят, что будет дальше в семейке Фейри, мы с вами узнаем уже в следующей серии. А еще мы с вами посмотрим, какой же будет малышка Элли. Как вы помните, Джейк хочет завести еще одного ребенка. Но это мы с вами все увидим уже в новом видео. Надеюсь, вам было интересно. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok